Привет, друзья! Снова с вами международный игросминистр Роман Овечкин. Разберем партии третьего тура с всемирной шахматной олимпиадой. Извините, сейчас я уберу лишние звучащие предметы. Иногда они забывают просто их отключить или унести в другую комнату. В третьем туре была масса интересных партий, сыграно в защите Каракан. Как шахматиста, который любит играть в защиту Каракан, я порадовался. А как болельщик нашей сборной, был огорчен. Ну, давайте всему свое время. Начнем на этот раз разбор с классической системы. Очень много партий. Если в первых двух турах классическая система была не популярна, то в третьем туре было сыграно очень много партий. Вот на эту позицию. Скажем, один раз играли слон С4. Но после Е6, конь Е2, слон Д6. У черных вот в этой позиции считается, что полный порядок. Основным ходом за белых является ферзь Е2. И дальше такая длинная теория. Черные рокируют, белые рокируют в длинную сторону. Черные начинают ходом А5. Оходятся за белопольным слоном. Потом где-то ходят конь Д5. У них есть очень неплохая игра, на мой взгляд. В этой партии белые сыграли ферзь Д2. Я бы все равно, наверное, сделал рокировку и потом пошел А5. Но черные пока поставили ловушку. Конь БД7. Основная идея в том, чтобы заманить слона на Д6. Типа не дать сделать рокировку. А мы на слон Д6, конь Б6. Бац, и два слона зависли. Но белые на это не пошли. И возникла достаточно типичная такая позиция для защиты каракан. Но очень тревожная для черных. Черные не успели рокировать. У белых, в общем-то, все готово для наступления пешками на королевском фланге. В длинную сторону черные тоже не рокировали. Мое мнение, здесь у черных хуже. Но за счет разницы в 200 пунктов рейтинга, белые потихонечку сделали ничью. Хотя вот через несколько ходов возникла уже такая позиция, где ладья Ф3 серьезно грозит. И слон может на А5 или на Б4 выскочить. То есть, позиция черных внушала серьезные опасения, но они спаслись. В паре партий было сыграно H4. H4, H6. И теперь в одной из партий было конь G1, Е2. Загнали слона на H7. И приготовились, по большому счету, где-то жертвовать на Е6. Ну вот здесь основным ходом, по-моему, является выпад конь FH5. С идеей на рокировку сыграть слон G5. В партии между шахматистами у белых 2-135 рейтинг, у черных 2-198. Насколько понимаю, женская олимпиада. В общем, конь H5 с идеей на рокировку слон G5. Но черные не обязаны здесь брать на G5. А белые в итоге так решили не играть. И вот в этой позиции от черных требуется сделать ход конь D5. Очень сильный. А они вместо этого... Ой, виноват. Ладья Е1, да. На ладья Е1 требуется сделать обязательный ход конь D5, так как подвисает пешка Е6. Ее укрепили. Но черные сделали такой простецкий ход. Конь БД7. И после конь БД6 выяснилось, что они остаются как минимум без пешки. Они нашли возможность взять на H4. И после долгих мучений в дальнейшем... То есть партия длилась очень долго, но закончилась в ничью. Был ход и конь F3. На конь F3 в партии Санчес... Сейчас, момент. На конь F3 в партии Санчес Кастилио против Фрайна Джей. Тоже, наверное, женская олимпиада. Последовала Е6. Мне больше нравится ход конь БД7. Но вот, по-моему, тоже Игорь Хенкин играет Е6. Показывает, что конь на Е5 не опасен. А, вот в одной партии играли Е6 и в одной конь Д7. Вот в партии как раз Санчес Кастилио Фрайна было конь Д7. И вот здесь я предпочитаю ход Е6, чтобы слон не мог выйти на F4. Чтобы после слона F4 шахом с А5 все-таки постараться его назад загнать. Но многие играют вот так вот. Конь F6 бесхитростно. И по большому счету возникла своеобразная таби. Есть некоторая разница. Белые с основными вариантами. Белые здесь не сыграли H5. Забыли пойти H5. То, что пешка на H4, белые решили использовать следующим путем. Поставили коня под удар. Но черные не обязаны брать на G5. И даже на H5 они не обязаны брать. У них конь Д7 отлично заезжает на F6. То есть, как итог, возник просто Эршпиль, в котором у черных, как мы видим, лишняя пешка и отличная пешечная структура. Постепенно они отдалели. И в одной партии было сыграно Е6. Это партия Ивич-Свейн. Это уже точно мужчины. После коня Е5 слон H7. Белые разменяли сильного слона H7. И укрепили коня Е5. Здесь теорию этого варианта я плотно никогда не изучал. Черные вместо входа коня Ф6 сыграли слон Е7. По-моему, сначала слон Б4 шаг должно быть по теории. Слон Б4. И только в ответ на С3 слон Е7 нападать на пешку надо. Висит на H4. А в этой партии последовала немедленная слон Е7. Пешку на С3 не стали загонять. Хотя это ослабляет, вроде бы, королевский план пелы. И после коня H5 черные вот так вот напали на коня коварно. Если белые разменяются на F6, то черные сыграют с GF. Потом заберут ферзем на D7, рокируют в длинную сторону. И получат колоссальное преимущество в развитии. Давайте я покажу, чтобы вам было понятно. Конь бьет F6. Слабый ход из-за GF. Висит конь. Неважно, можно уйти там. Ферзь B6 и 3-0. Можно взять. Здесь 3-0. Ладья G8. Ладья по линии G играет. У белых ослаблен комплекс белых полей. В своем лагере. И позицию черных следует предпочесть. Но у них, у белых, нашелся вот такой удар. Конь бьет G7, конь бьет E6. И дальше они играют, как ни в чем не бывало. Очень мощный конь на E5. Обеспечивает им хорошую игру. Брать на E5 черные не могут. После FE они по линии получат мат. Теперь висит на E6. И белые потихонечку пытаются все вскрыть и добраться до черного короля. С другой стороны сделать это не так-то просто. Вокруг черного короля полно фигур. Одна из них, не забываем, лишняя. И черные просто смело бьют на A2, угрожая поставить мата. После C4 хотят пойти A4, A3 и перейти в контратаку. Где удастся использовать лишнюю фигуру. Лишняя фигура будет как раз очень пригодиться черным. Но после ладья H3 угрожает ладья G3 шаг. Черные этому препятствуют. Белые настаивают. Появляется угроза ладья A3. Слон бьет A3, ладья бьет A3. Угроза поимки ферзя. Поэтому черные сворачивают игру, ставя вечный шаг. Очень логичное завершение этой партии. Как только у белых появились серьезные угрозы. Здесь снова ладья A3 грозит. Черные смогли дать вечный шаг и сделать ничью. Ну вот может из-за таких вот вариантов. У меня в душе не лежит. К игре без хода конь D7. А с конь D7 мы с вами уже разобрались. В партии Кавдери, Даниэль, Жумабеев, Ренат. Южная Африка, Казахстан. Белые сыграли конь F3. И попытались вот так вот. Очень любят играть в интернете. Попытались обойтись без всяких H4. Но в результате не смогли уравнять. То есть кажется, что все меняется. Это выгодно белым. Взяли ножи 6. Обычно белые сразу после рокировки ножи 6 берут в интернете. И черные начали контр-игру на ферзевом фланге. То есть вскрывают линию C, линию D, переходят в N-шпиль. И этот N-шпиль, он у черных никак не хуже. О перевесе пока речи не идет. Но у них линию D черные смогли нейтрализовать. А по линии C они отлично давят на пешку C2. И сейчас если центр черных придет в движение, то мало белым не покажется. Да, и А4 неудачный ход. Потому что пришлось потом ходить B3. То есть потихонечку белые пешки подтягиваются поближе к черным фигурам. На них становится легче охотиться. И это также занимает массу времени. ценового. То есть вот белые остались без пешки. А за что непонятно. Нельзя бить на B7 из-за ладья D5. У черных уже очень большой перевес. Но после кольца C4 черные не подняли выигрывающую идею. А это не так просто, конечно. 36 ходов сделали белые. Наверняка цепь нот, времени мало. И черные сделали заманчивый ход B5. После чего потихоньку белым удалось все отыграть. И позиция, в общем-то, выровнялась. Между тем, вместо хода B5 у белых, у черных был замечательный ресурс. Конь C5. Ключевая идея сыграть ладья D5. После разменов провести пешку D в ферзи. А если белые ходят конь A5, то это никак не мешает ходу ладья D5. И в этом окончании у белых возникают проблемы с защитой пешки F2. И более того, с удержанием, как это ни странно звучит сейчас, пешки D5. Король G2. Виноват. Ладья C1, король G2. Ладья D1. Угрожает конь Е1 шаг. И ладья D4 потерялась. Если сыграть ладья H4, то последует G5, D4. И не видно, как задержать вот эту опаснейшую пешку. Поэтому сильнейшим, видимо, является конь A5. Но и в этом случае у белых колоссальная проблема. Пешки B3, A4 зафиксированы. Если конь уйдет на Е2, то после конь D3 черные потихоньку займутся пешками B3, A4. У них в игре лишний король. И этого очень много. А пешечная шпилю белых безнадежен. Так как вот сейчас угрожает король C3. B4 хода нет за король C4. И пешка D5 станет потом отдаленной проходной. То есть проходной отдаленной от пешек королевского фланга. А после король D2, A5, пешки B3, A4 держатся одной пешкой, A5. И это дает черным достаточно простую победу. В итоге, в общем, Ренат Шумабаев сыграл B5. И в итоге не смог победить. То есть позиция у него, конечно же, с перевесом. И эта позиция у него получше. Но выиграть не удалось. Так, теперь перейдем к следующим партиям. Ой, что я здесь делал. Следующая партия Абдумалик, Берзима, Билзе. Это матч Казахстан-Латвия. Казахстан-Латвия. Вот в этой позиции было несколько партий. В частности, некто ПГ с рейтингом 2-175 играл против Драгнева В. В партии Драгнева встретилась конь f6. И вот такой вариант. В котором белые забыли сыграть ферзь c2. Очень важно в этой позиции вызвать ход h6 или ход g6. После g6 белые рокируют в длинную. Идут ставить мат h4, h5. После h6 белые рокируют в короткую. Менее опытный шахматист, играющий белыми. С рейтингом 2-175. Драгнева для сравнения 2-508. В ответ, ну, сделал немедленный ход конь e2. На ладе e8 еще не поздно было пойти ферзь c2. Но он просто рокировал. И черные получили шикарную игру. То есть, при случае угрожая отходом f4. Кажется, что белые давят. Они захватили пространство. Но конь отправляется на d5. И это должно решить у черных все проблемы. Ну, в принципе, должно. Но, видимо, не решает. То есть, получается, что даже не вызвав ход h7, h6, белые перевесик-то получили. И в этой позиции могли зафиксировать этот перевес путем словно h6. И сейчас ладья отправится на b7. Словно h2 контролирует поле b8. Поле d5, в общем-то, не компенсирует в полной мере нехватки пространства. Причем, нехватка пространства – это полбеды. Основная беда черных в том, что их тяжелые фигуры очень пассивны. В отличие от своих визавей. Но, тем не менее, вот здесь белые прошли мимо ресурса слона h6. И потихонечку партия выровнялась. И даже уже через пару ходов у черных стало лучше. Пешка d4 – стабильный источник забот белых. На королевском фланге у белых тоже есть шансы попасть под матовую атаку. Берзи на Илзе сыграла конь d7 вместо конь f6. Также продолжалась партия Грюнфельд-Кайонде. Только вместо хода конь f3, Грюнфельд пошел здесь слон d3. Ну, вот эта теория. Терокировка b6, да, ферзь g4, g5. Эта позиция известна кучу лет. Основной ход король f8, по-моему, в первом балаган показал, как жертвовать в этой позиции ладью. Очень сильный ход ладья е1. Это, не пугайтесь, это теоретическая позиция. Черные зачем-то пошли g4. То есть, зачем-то пошли на эту позицию. Проблемы большие у черных. И так им надо было успеть как-то рокировать в длинную сторону. Они не успели и попали под вот такую стандартную атаку, впервые которую продемонстрировал балаган в одной из своих партий. То есть, сейчас по линии е происходит просто катастрофа. Ладья е1, ну и по восьмому ряду, естественно. Абдумалик сыграла конь f3 на конь d7 и отошла конь g3. Я вам уже рассказывал, что мне здесь нравится ход g6. Но Берзина сыграла е6, быстро провела c5. И по большому счету тоже уравняла. Шансоя применила очень интересную идею. Слон g5 и отошла слон h4. И у черных, в принципе, была возможность этого слона забрать. Потому что здесь белые стоят перед очень непростым выбором. Они могут сыграть, допустим, ферзь d2. И вот в этой позиции нет защиты от вечного шаха. То есть, мат поставить у них не хватает силенок. То есть, фигуры не подтянуть к черному королю. А если и подтянуть, типа, конь g5, то даст это только вечный шах. Слон h7 и слон отошел и снова слон h7. Вот такой вечный шах. Или если вместо ферзь d2 сыграть конь бьет g5, то вот здесь я поставил оценку неясно. Нет сомнений, что определенная компенсация здесь есть за фигуру. Что черному королю очень противно. Он голый. Но доказать, что эта компенсация достаточно больше, чем для равенства. Да даже хотя бы для равенства. Очень непросто. Но Илзи аккуратно сыграла cd. И противницы подменялись. И кажется, что ничья не за горами. То есть позиция равная. Вместо хода конь e5 я бы сначала все-таки слона на b7 развил. Потом поставил ладью a8 на c8 или d8. Но конь e5 тоже можно. Идут какие-то наскоки. Погуляли, понападали, вернулись обратно. Но оценка позиции не изменилась. У белых равенств. Дальше была интересная борьба. Я привел какие-то варианты. Но в целом проиграли по игре. А, нет, ничья здесь получилась. Получилась ничья по игре. Да, были качели. В какой-то момент черные могли перехватить инициативу. Вот здесь у них уже лучше. В общем, тем, кто хочет лучше понять эти структуры, я рекомендую разобрать партию. А мы пойдем дальше. Атака по нову. c4. Ну, в нескольких партиях встретилась слон d3. Это разменный вариант. И это в одной из партий черные пошли кони f6. Ее мы смотреть не будем. Там шахматисты уровня ниже, чем 1800. В другой пошли конь c6. c3 кони f6. И вместо того, чтобы сыграть здесь слон g4, заперли своего слона кодом e6. Ну, нет ничего удивительного, что белые одолели. Причем максимально примитивным способом. Развились. Захватили пункт e5. Утвердили там коня. И начали атаку. Которая принесла им пешку. Вот так. c4 тоже в нескольких партиях было сыграно. После коня f6 конь c3. В одной из этих партий было сыграно e6. И белые. Такой старинный вариант разыграли. Слон d3, dc, слон d4. Эти позиции встречаются из принятого ферзевого гамбита, например. Не так давно. Тамилова Елена Геннадьевна проиграла Алине Кашлинской. Но в этой партии тоже у черных кодик сразу и не замотывали. Кашлинская проводила план. Слон g5, ферзь d2, ферзь f4. Пожертвовала на h6 потом. В этой партии белые играют как-то более академично. Ферзя на d3, слона на g5, ладью на d1. И хотят где-то сыграть слон b1 и протолкнуть d5. Черные размениваются. На h7 замотовать себя не позволяет. Возникла очень интересная игра. Мне кажется, у черных был полный порядок. Но они погнали за материалом. И выяснилось, что вот эта позиция у них уже просто тяжелая. Да, то есть две ладьи со слоном сейчас очень быстро сплетут матовую сеть. Главный минус позиции для черных здесь это, что их слон намного пассивнее. Это вот была партия viva с замора с коньяхли. 2,363, 2,328. В общем, белые выиграли. Конь c6 сыграл Ханс Тикканен. 2,520, гроссмейстер. И на слон g5 не слон e6, который я считаю сильнейшим, а обычная e6. Я вам говорил, что ход c5 здесь не очень хороший. Но Тикканену удалось доказать, что никаких больших, особых тут проблем нет. Он играет максимально логично. Аркировка. Для чего прогнал слона я так и не понял. И выскочил конем на e4 для упрощения. Взял конем на e7. Белые не успели пробить слон бьет c6. А раньше они не могли бить на c6. Скажем, вот здесь. Потому что после bc черный слон выскакивает на a6. И у белых проблемы с аркировкой. После же конь f3. Конь выскочил на e7. И у белых возникли серьезные проблемы. Вместо ферзь c2 стоило сыграть ладья c1. Но и в этом случае b6 сохраняет инициативу за черными. А после ферзь c2. Очень сильный ход b6. И выяснилось, что бить на b6 нельзя. Так как пешка отыгрывается. И у белых есть еще две слабости. Этого более чем достаточно. Поэтому белые сыграли b3. Черные разменяли белопольных слонов. И поймали на тактический удар. Кажется, что это белые поймали. Там конь на c6 висит. На самом деле поймали черные. Черные взяли на a2 с шахом. И забрали лошадь на b5. Кому-то может показаться, что это размен, упрощение. Но это упрощение, конечно, выгодно черным, у которых преимущество. Которые владеют преимуществом. Ну и тут еще зевок на d4. Довершил победу более опытного ханца Тиканена. Над фози Адам. Египет, Швеция. Перейдем к следующей партии, которая, конечно, у нас... А нет, следующей еще у нас разбираем редкие варианты разные. Е4, c6. Вот одна из партий у нас возникла практически атака Панова. То есть есть такая система Штейнера. Почему мой первый тренинг, первый этап тренинга посвящен атаке Панова? Да потому что можно просто изучить... Изучая атаку Панова, мы изучаем целый класс позиций с изолированной пешкой. И в те позиции, которые мы будем изучать, можно будет переводить из любых дебютов. То есть вот, допустим, эта партия пришла следующим путем. c4, c6. Казалось бы, славянская защита. Но нет. Е4, d5. Можно было взять е, d, c, d, пойти d4. И вот вам атака Панова. Можно два раза взять. Проверяя противника на жадность. Здесь черные обязаны играть конь f6 и конь бьет d5. А вот ферзь бьет d5. Оставляет их по сравнению с обычными позициями атаки Панова без двух темпов. То есть обычно уже конь на f6 и слон на e7 или на b4 стоит. Расслабляться, правда, не стоит. Выиграть в этой позиции тоже не так-то просто. И белые этого сделать не смогли. То есть, ну, конечно, надо было или слон g5 и ферзя на f4 где-то ввести. И ладью на e1 поставить. А если уж пошли a3, то обязаны были не слон e3 играть, а слон c2. Ферзь d3 и ладья e1. Эту партию мы смотреть дальше не будем, а посмотрим следующее. После c6 впервые за три тура встретилась d3 в партиях двух шахматистов с рейтингом в районе 2030. Черные просто ответили d5 и захватили центр путем e5. Этот центр укрепили и потихонечку начали наступление на ферзьевом фланге. Что в затяжной борьбе позволило им одержать победу. Но видно, что здесь у черных никаких проблем нету. После e5 белым играть g3 невыгодно. В первую очередь черным надо считаться, конечно, в этих позициях с ходом конь f3. С идеей потом пойти где-то d3, d4. Второй ход конь c3. И система двух коней была разыграна тоже не в одной партии. В партии Дамаса Перун. Польский шахматист, польский гроссмейстер избрал здесь конь f6. Очень острое продолжение. И, как же его, рюй, рюй Дамаса, по-моему, рюй его зовут. Это португальский мастер. Избрал конь e4. В ответ на конь e4 вместо основного хода конь e2 избрал ход слон e2. В ответ на e6 просто сделал рокировку и начал захватывать центр. У черных полный порядок. Я бы, наверное, в этой позиции поменялся на c3. И попытался победить вот в таком окончании. Пешка e5 зашла далековато. Пешки c2 и а2 потенциальные слабости. Но ход конь bc5 больше нравится, например, моему компьютеру. Ему кажется, что вот эти... Что белые просто обязаны здесь были играть конь d4 и f4. Получая неплохую разновидность французской защиты. А в партии было конь... В ответ на конь bc5 наглое b4. Потом конь полез на d6. Черные не бьют на b4. Их задача обезопасить короля. А уж слабости потом должны сказаться. Ну, дальше партия развивалась очень интересно. Белые потеряли пешку. Но сумели доказать, что они за пешку имеют достаточную компенсацию. То есть, вот сейчас еще вторую отдали. То есть, очень инициативный шахматист играл белыми. Мы видим, провел интересную комбинацию. И вот здесь-то уже очевидно, что всего лишь за одну компенсация просто великолепна. Вместо конь f6 или слон g4, второй по популярному... Ну, тут тоже очень популярный ход. Слон g4. В партии супе Луис Паула, Бразилия, против Давида Хауэлла из Англии, последовало. Де, конь бьет е4, конь f6. И мое мнение, что черные здесь не уравняли по дебюту. Ферзь е2, ферзь ушел на h4, слон c4, d3, е6. И вот здесь белым важно было пойти слон f4, не опасаясь, не опасаясь вот таких наглых шагов. Потому что теперь у белых подавляющий перевес развития. И они должны, на мой взгляд, достаточно быстро победить. На мой, я бы сказал, субъективный даже взгляд. Вместо этого белые сделали рокировку. И партия полностью упростилась. Уже у черных чуть-чуть поприятней. Как-то такое поприятнее реализовывать. Ну, конечно, надо добиться, вынудить белых ослабиться. Опять угрожает а4. Белые ходят сами а4. Конь отправляется теперь при случае на b4. Никаких матовых атак по линии h нет. И сейчас черным очень важно вызвать ходы c3 и d4. Если не удастся, то сыграть где-то c5, перевести коня на c6. Чтобы, может быть, коня на d4 водрузить. А если белые сыграют где-то d4, вот как здесь получилось, то черные начинают проводить c5. dc худа нет. То есть, dc есть, но черные уже захватили инициативу и уверенно в этом окончании победили. Хотя позиция, ну, я бы оценил ее как равно плюс. То есть, тоже для понимания вот таких окончаний, эту партию рекомендую моим подписчикам изучить самостоятельно. Она обязательно будет под роликом. То есть, почему здесь хуже у белых, надо понять. Борьба на двух флангах. У черных конь у белых слон. И каким образом могли уравнять. Ну и самой большой неприятностью для российских болельщиков стало поражение Митии Яковенко от Камиля Драгуна. Закрытая система. Драгун избрал вариант Хенкина. В нескольких партиях было классическое слон f5. И у черных там был полный порядок. Как после h4. Причем, вместо ферзь b6, который я рекомендую. Или вот еще мне нравится такой вариант. h5, c5. Вместо этого черные сыграли h5. И потихонечку уравняли и сделали ничью. был ход также конь f3. В двух партиях встретился е6 в двух. Ну, вроде бы. Слон е2, конь е7. Брокировка. И вот теперь в одной партии последовал странный ход конь g6. Но черные получили более-менее приемлемую игру. Два слона. Одного, правда, разменяли. Второго тоже. Приемлемая. Но здесь зачем-то черные пошли е5. Хотя, на мой взгляд, надо просто играть dc и конь b6. Хвататься за эту пешку. Пытаться выиграть пешку d4. Вместо этого последовало е5. И у Ирины Бульмаги появились неплохие шансы на победу, на мой взгляд. Ну и ход конь d2 был сделан в партии Лека Несипяна. Конь d2. Е6, конь b3. И потихонечку Несипяна уравнял. Быстро провел c5 и взял слону. Это важно. Если взять конем, то после разменов на c5 последует слон b5 шаг. Видимо, и черный король без рокировки остался. Но есть, наверное, на конь bc5 еще и немедленная. Там слон b5. И потом рокировка. А вот слона отдать, как ни странно, не жалко. Тут черные готовы отдать второго слона. А белые его не бьют. Слон у черных очень сильный. Сейчас давит на g2, на c2. И очень следует обратить внимание на перевод, который осуществил сейчас Несипяну. Но коль на d4 тоже фигура фантастически сильная. И черные ее просто идут разменивать. Белые от разменов уклонились. Но у черных никаких проблем в этой позиции нет. У них слабая пешка е6 после того, как они проявили f6. У белых слабая пешка f4. И дальше партия быстренько закончилась тоже в ничью. Так, вернемся к партии Яковенко-Драгун. dc е6, вариант Хенкина. И здесь вместо хода слон d3 по Никите Витюгову, Дмитрий Яковенко сделал классический ход. А, и вместо а3. А3 последовала в партии. На нее Драгнев. А3, слон c5, b4. Так, по-моему, мы ее с вами уже изучали. А может и нет. Здесь у черных тоже полный порядок, потому что слон вышел. И хотя его не смогли разменять. В общем, позиция черных здесь, скажем так, мягко не хуже. А вот после кони f3, слон c5, а3, мне кажется, Митя забыл пойти b4. Ход b4 требовался для того, чтобы захватить пространство. Слон b2, конь d2, c4. Чем больше пространства у белок, тем сложнее находить ходы их противнику. Последовала слон d3, рокировка. Ну и фантастический зевок. c3 пока что. Я бы пошел тоже b4. Сначала, а то может еще слон b2. Дмитрий забыл поставить пешку на b4. Сделал просто рокировку. Тем не менее, позиция примерно равная. Вот здесь можно было разменять чернопольных слонов. Но черные бы отказались. Тогда слон бы встал на d4. Ну, примерное равенство. После хода c3 тоже черные отреагировали. А5, не пуская пешку на b4. И у белых была тоже возможность сыграть теперь а4. С идеей, скажем, на b6 ответить конь а3, переводя коня на b5. Ну, либо забирая за себя одного из слонов, разменивая себя. А на f6 черные должны быть готовыми играть позицию без единой пешки рядом с собственным королем. То есть, такая, может оказаться немножко рыхлой такая позиция. Пешки недостаточно защищены. А если ферзь b6, то ферзь c2. Защитили на f2, давим на h7. И позиция такая сложная. Очень неясная. После ферзь c2, b6. Ход h4, на мой взгляд, связан с просчетом. После коня h4, слона h7, король h8, коня g5. У черных была фантастическая и очень сильная идея f6. На конь бьет e6, ферзь e8. Теперь согнали слона. И отправляемся ставить мат. Угрожает ферзь g4. Слон с c8 тоже готов подключиться к атаке. Ферзь g4, ферзь g3, там слон h3. И второй конь тоже может при случае запрыгать. И компьютер считает, что здесь, ну вот мой струкфиш считает, что здесь белым просто не сдобровать. Камиль выбрал более человеческое такое решение. Он пошел g6. И после... И митик здесь должен был играть ферзь a4 с примерно равными шансами. Может быть чуть-чуть похуже у белых, словно h7 заблудился. Но в целом струкфиш ничего страшного не видит. Дмитрий отступил назад на d1. И после конь бьет e5, ладья бьет e5. Вот эта позиция, она уже у белых очень неприятная. То есть им сложно разгрузиться, сложно упростить позицию, не понеся материальные потери. Ну а вот этот теншпель, он конечно будет... Изначально он близкий к равному. То есть струкфиш считает, что около равенства здесь все. Но с каждым ходом позиция черных ему нравится все больше и больше. И мне кажется, что в целом у черных здесь все-таки получше. И еще один важный момент. Вот мое мнение, не стоило белым здесь менять ферзей. До короля белых добраться невозможно. А вот короля черных при случае как-то прощупать. И смысл, наверное, был. А после ферзи e5 позиция вот эта совершенно беспросветная. Ну и закончилось все тем, что... Две фигуры мотовали голого короля. Пешки gf легко меняются на пешку g6. Но беда белых в том, что у них нет ни одной проходной. Вот так вот пессимистично заканчивается мой ролик. Давайте пожелаем нашей команде воспрять. Воспрять. Выйти из того болота, в которое она погрузилась. И играть каракан более убедительно. Все-таки вот после этой партии я немножко пересмотрел свое отношение к варианту Хенкина. Так, спасибо за внимание. С вами был Роман Овечкин. Скоро будет ролик про четвертый тур. Ну может быть...